Добрый вечер! Это специальный разговор. В студии для вас сегодня работают Татьяна Батуева и Виолетта Ганина. И сегодня у нас последний в этом году эфир. И будет, конечно, много гостей. Ну а мы выбрали темы, которые интересны нам и интересны всем. Приднестровье и геополитика. Сохраняем мир, когда вокруг воюют. Зарплаты, пенсии, в общем, экономика и многие ее проблемы. Налоги и чеки. Кто чекает, а кто нет. И почему и стало ли лучше жить после того, как многие перешли на упрощенку. И наши победы – это о спорте. И медалей, как всегда, собрали много. Это не только обсудим сегодня в студии специального разговора. Начнем с политики. Год был непростой, но не только для Приднестровья. Перестал существовать Нагорный Карабах как государство. Гибли люди в Израиле и Палестине. Боевые действия совсем рядом. На Украине, Молдову накачивают оружие все подряд. И у соседей учения вместе с Америкой и НАТО. Приднестровье сохраняет мир и ведет переговоры, насколько это возможно, с кем только можно. Не работает формат 5 плюс 2, но вот такой удачный пример и повод. В Стамбуле накануне были все представители формата. Это было что-то вроде неформальной встречи. И значит, все-таки формат жив. И в столице Турции был и Сергей Широков, директор бюро политических исследований, медиатор, политолог, эксперт. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что это было, как это было и что делали в Стамбуле? В Стамбуле это был круглый стол. Конференция, посвященная и вопросам безопасности, и вопросам приднестровского регулирования, обсуждению вопросов геополитики. Действительно, были представители государств, которые тоже участвуют в формате 5 плюс 2. Но важнейшее замечание, это не формат 5 плюс 2, это не параллельный формат 5 плюс 2. Так совпало просто, что были представители из государств, которые вовлечены в процесс приднестровского регулирования. Но тематика обсуждения была гораздо шире, но, конечно же, в том числе и затрагивал перспективы приднестровского регулирования. Чтобы не возникало иллюзий, что где-то возникает какой-то параллельный формат 5 плюс 2, нет. И позиция нашего президента, позиция нашего МИДа заключается в том, что в необходимости возобновления официального процесса, возобновления официальных переговоров. В данном случае просто наши международные коллеги и партнеры на уровне неформальных контактов помогают нам сверять часы, обмениваться мнениями для того, чтобы не упускать в эту тонкую нить, тонкую материю диалога, для того, чтобы мы не оказались заложниками отсутствия диалога. Получается, что Стамбул, это сейчас такое некое место силы Турция, да? Может собрать всех. Перекресток всех, да, могут собрать всех. Были же и представители России, нашего стратегического партнера, и Украины, где сейчас все непросто. Обменялись мнениями. Обычно эксперты, у них есть какие-то конкретные предложения, как действовать, как лучше поступить, может быть, как-то разрулить какую-то ситуацию. Вот были для вас интересные, может быть, какие-то предложения, какая-то конкретная? Да, это хороший звоночек, что вот эта встреча все-таки состоялась. Это хороший звоночек, что у нас состоялось действительно так, но эксперты из России, из Украины не встречали за столом переговоров. Это были раздельные секции, это были раздельные дни. Президент рассказал об итогах этой встречи. Давайте послушаем. Каждый из сторон, опять же, формата 5 плюс 2, заявили свои видения развития ситуации вообще региональной и Молдо-Преднестровской и так далее. Это заявила и российская сторона, и украинская сторона, и молдавская сторона, и Приднестровская сторона, и Европейский Союз и так далее. То есть, просто сделали заявление. Каких-либо договоренностей, конечно, сказать не было и не могло быть на этой площадке. Она была представлена в виде экспертов. То есть, эксперты высказали свое мнение. Вот мы высказали свое, а у нас мнение одно, конечно, надо считаться с волей Приднестровского народа. И точка. На этой неделе президент Красносельский встретился и с послом по особым поручениям МИД Украины Павлом Роговеем. На встрече он заявил, что Украина за мирное урегулирование Молдо-Преднестровского конфликта, но против участия России в формате 5 плюс 2. Давайте послушаем, что президент сказал по этому поводу. Я встречался с Павлом Ауреловичем Роговеем, спецпредставителем Украины по Приднестровью. Он подтвердил именно ту аксиому, которая не требует доказательств, что здесь надо сохранить мир. И Молдо-Преднестровский конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путем. Это позиция Украины. В принципе, она позитивная, она меня радует, что именно так. Сергей Александрович, ну когда все так непросто и непонятно, когда будет просто, как нам, как Приднестровью, нашему маленькой, нашей маленькой стране, сохранять вот этот баланс, чтобы мир на нашей земле сохранился. Это сложная задача, но вот все наши международные партнеры, с кем мы общаемся, мы общаемся с максимально возможным количеством партнеров, то есть мы открыты всегда для диалога, крайне позитивно оценивают и понимают позицию нашего президента, который базируется на мире, на диалоге и на сохранении стабильности. Руководство республики находится в постоянном режиме глубоких, серьезных коммуникаций, диалога, для того, чтобы не допустить возникновения каких-либо поводов для новой эскалации, которую все мы хотим избежать. В Киженеве мы видим, нет желания ни договариваться, ни делать так, чтобы было меньше проблем, даже хотя бы гуманитарных, о чем говорят все время. Так сказал тоже президент в эфире, что у должностных лиц Молдовы, да, они просто боятся принимать какие-то решения самостоятельно. Но зато они в этом году принимают закон о сепаратизме, который ущемляет права приднестровцев, каждый приднестровец может быть по этому закону потенциальным преступникам, от учителя до политика, и Молдову продолжают накачивать оружием с запада. Чего туда только не привезли уже. И беспилотники, и системы ПВО, и собираются привозить и радары, и эти пираньи злополучные. Риски эскалации, они сохраняются, Сергей Александрович? Официально Кишинев игнорирует, избегает, уклоняется от любых контактов с Приднестровьем. У нас там очень-очень небольшие контакты на уровне экспертных рабочих групп. Понятно, что это не тот уровень, на котором принимаются серьезные стратегические решения. Что касается Кишинева, то мы видим, что в этих процессах, вот таких более-менее политических, да, или каких-то концептуальных, их позиции уклонения, но при этом, при этом они постепенно, шаг за шагом формируют абсолютно негативный фон. И закон о сепаратизме, который международные наши партнеры оценивают, ну, скажем, крайне негативно. И мы знаем, что были сигналы в сторону Кишинева, ну, скажем так, избежать появления этих правовых норм, но по каким-то причинам Кишинев решил не услышать, да, и не услышать в том числе своих международных и наших международных партнеров. Тоже симптоматично. Здесь вопросы возникают и к посредникам, да, почему они все-таки не удержали эту ситуацию в каком-то жестком русле и убедили отказаться Кишинев от этих позиций. Потому что, понимаете, в чем проблема на будущее? Они принимают плохие законы, но они их потом не меняют. Сложится ситуация, когда все преднестровское урегулирование будет обложено жесткими молдавскими законательными нормами, и все скажут, ну, видите, вот уже Молдова все описала, вот Молдова все законы приняла, теперь Приднестровье должно якобы их выполнять. Конечно, мы не хотим избежать этой ситуации, но для этого должен быть диалог. А диалогы уклоняются. Передозначение молдавской армии идет по стандартам НАТО, и учения с НАТО проводятся, да, и техника НАТО. И возникает уже вопрос в будущем, что такое молдавский нейтралитет, существует ли он вообще. Приднестровье открыто и готово к диалогу. И мы готовы обсуждать те вопросы, которые сегодня действительно важны для всего региона, для региональной безопасности. Но это вопрос к Кишиневу в первую очередь. Почему им позволяют уклоняться от диалога, почему они уходят от диалога. Такие параллели, да, этого года тоже. В Молдове, когда произошла вот эта ситуация в Нагорном Карабахе трагическая, сразу посыпали заявление, давайте разберемся с Приднестровьем, как с Нагорным Карабахом разобрался Азербайджан. Хочется все-таки поговорить об этой ситуации в Нагорном Карабахе. То есть 30 лет страна существовала. Руководство республики уже подписало документ о том, что с 1 января просто страны не будет. Десятки тысяч жителей ее покинули. Полностью переформатировалась эта территория. Все, как будто бы ничего не было. И вот самый вот этот вот момент, что вот это может случиться в один день, что это может случиться за неделю буквально. И невольно проводим параллель с Приднестровьем. Да, невольно проводим параллель. А еще тут, оказывается, вот они там как бы и угрожают в таком же стиле. Это разные ситуации. Во-первых, Нагорный Карабах никогда, Степанакерт никогда не являлся стороной переговоров. Переговоры за Степанакерт всегда вела Арвения, Ереван. Следующий момент. Между Степанакертом и Баку, между Нагорным Карабахом и Азербайджаном никогда не было мертвозческих сил. У них была открыта линия фронта. Это просто был вопрос времени, когда бы все это могло взорваться. И следующий момент. Игроки, которые вовлечены в геополитическое регулирование на Кавказе, имеют разное представительство, разную роль и разный вес. То есть это отличие в том числе и от нашей ситуации. Во-первых, у нас есть политический процесс. Приднестровье – сторона переговоров. У нас есть миротворческая операция России. И в нашем контексте вовлечение, например, России, Европейского Союза, США представляет собой совершенно другой баланс сил и интересов, в отличие от ситуации на Южном Кавказе. Поэтому здесь параллель заключается в том, что действительно мы и Нагорный Карабах, и Осетия, и Абхазия, и Приднестровье, мы все являлись, скажем так, наследием распада Советского Союза. Постепенно, постепенно, постепенно эти конфликты на постсоветском пространстве урегулируются. Решены вопросы с Абхазией, решены вопросы с Осетией. Сейчас решился вопрос Нагорного Карабаха. К сожалению, это очередная трагедия армянского народа, потому что он, очевидно, решился не в пользу жителей и граждан республики. И остается Приднестровское урегулирование. И что нам, наверное, намекает на то, что и Приднестровское урегулирование рано или поздно получит свою формулу урегулирования. Вот, наверное, единственное, что нас может связывать. Главное, с тобой мирным путем. Уверен, что это будет так. В следующем году председательство ТВОБСЕ будет Мальта. Как считаете, чего ждать? Удастся ли решить массу проблем, которые накопились? Это и грузы не пропускают. И людей досматривают в Молдове, в Кишиневском аэропорту. И механизм нейтральных номеров у нас не работает. И медицинское оборудование не пропускают. И лекарства не пропускали. То есть проблем масса. Вот как вы думаете, что-то из этого можно будет решить в следующем году? Мы сейчас говорим о БСЕ как посреднике в процессе Приднестровского урегулирования. Поэтому для нас это важно. В Миссии у БСЕ в Молдове есть определенные проблемы и трудности. Она получила только ограниченный мандат на полгода для своей деятельности. Что явно не в пользу какого-то устойчивого и глубокого диалога. И каких-то усилий, которые миссия БСЕ могла бы в долгосрочной перспективе реализовывать. Появление Мальты в качестве председателя БСЕ в следующем году. Это процесс, результат очень глубоких компромиссов между Россией и западными партнерами. Потому что председатель должен был быть другой. Это должна была быть Эстония, которая была заблокирована решением Российской Федерации. Поэтому у БСЕ сегодня находится... Будем надеяться, что в процессе трансформации. Но я думаю, что по тем заявлениям, которые в том числе делает министр иностранного дела России Сергей Ильич Лавров, есть очень большие вопросы к тому, как эта организация будет функционировать. Поэтому давайте, наверное, не будем исходить из каких-то завышенных ожиданий. Есть миссия у БСЕ, есть специальный представитель. Они могут внести свой вклад в процесс урегулирования, в взаимоотношения между Кишневым и Тирасполем. Но рассчитывать только на них, я бы, наверное, сказал, что это было бы слишком оптимистично. Нужно использовать все форматы, нужно говорить со всеми, нужно занимать четкую, ясную, активную позицию. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Мы продолжаем подводить итоги года и экономика. И, конечно же, в студии у нас Юрий Чибан, председатель Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья. Юрий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, рад вас видеть. Сложная экономическая тема – это проблемы наших предприятий, это блокирование экспорта из-за действий Молдовы. Это три предприятия сейчас не могут вывозить продукцию. Сотни людей без работы, приходится останавливать производство. Некоторые пишут заявление уже о том, чтобы увольняться. В общем, ситуация непростая, она уже продолжается несколько месяцев. Мы знаем, что все общественники наши, в том числе ИСПАП, в том числе общественная палата, ОНФ и так далее, все написали заявление в международные инстанции обращения с просьбой прекратить этот произвол и дать работать нашим предприятиям. Юрий Михайлович, вообще вот такого рода обращения со стороны общественников, они могут повлиять на ситуацию? Наши молдавские визави в пилотном проекте решили прощупать экспорт наших крупнейших системообразующих предприятий. Это Молдавый залит, они ведь все выпускают уникальную продукцию. Причем уникальную продукцию именно гражданского назначения, я хочу подчеркнуть. Это Молдавый залит, это потенциал, вот. И это электромашка, постоянно на связи с руководителями этих предприятий. Что касается Молдавы залита, там что-то сдвинулось с мертвой точки, и соответствующая международная комиссия Республики Молдова дала все-таки так называемую авторизацию на экспорт продукции нашим контрагентам в странах Европейского Союза. Что касается значительного объема экспорта, где-то порядка более 80%, в основном, который шел в восточном направлении, это Российская Федерация, это Беларусь, это Казахстан, Узбекистан. То пока здесь наложено табу. Причем с одной только формулировка, это вредит имиджу международному и безопасности Республики Молдова. Другого аргумента они практически не нашли. Электромаш пока что получил на определенный пакет экспортной продукции отрицательное заключение этой международной комиссии. Тоже без детализации, тоже сформулировка, это вредит международному имиджу Республики Молдова. Сейчас очередной пакет документов на экспортную партию находится на рассмотрении у Межведомственной комиссии. Она, как всегда, затягивает решение. По потенциалу аналогичная ситуация. Предприятия пытаются предпринять все необходимые усилия при поддержке государства для того, чтобы сохранить трудовые коллективы. Приняли бюджет 2024 года. Вы всегда участвуете в работе сессии, видите, как иногда спорят и очень непросто дается. Да мы не только видим, мы и сами прикладываем язык к этому вопросу. Видите, как идет работа и, конечно, удается в итоге договориться. Самое главное, зарплаты пенсии будут в срок и в январе вернутся к вопросу повышения. Давайте послушаем, что президент об этом сказал. Мы в январе плотно подойдем к вопросу повышения заработных вклад и пенсии. При этом, по какому пути мы пойдем? Если, например, по Министерству просвещения и социальной защиты мы планируем поднять зарплат порядка 25%. Просто добавить и все, 25%. Пенсии тоже повысится на тот или иной процент, может, 10-12%, не знаю, надо смотреть уже в январе месяце. Мы будем понимать наши остатки, наши возможности. А что касается Министерства здравоохранения, то все-таки мы планируем переход всех наших лечебных учреждений на пилотный проект, как это сделано в Республиканской клинической больнице. РКБ показало хороший результат. Благодаря оптимизации в большей степени нам удалось повысить заработные платы на 150-200% именно работникам здравоохранения. От санитарки до главного врача. При этом, прошу заметить, мы не уволили ни одного работника здравоохранения. Ни одного. В общем, будем надеяться на повышение. В 2024 году больше денег будут тратить на лечение преднестровцев за рубежом. Больше потратят и на квартиры для детей-сирот. Куда еще пойдут деньги? На поддержку молодежи, предпринимательства. Продолжат развивать полив, то есть миллиарацию, и другие фонды, правда, урезанные. У нас экономика социально направленная. Рыночная, но социально направленная. Это, кстати, и в стратегии 19-26 об этом сказано, где идет баланс интересов между государством и бизнесом. Дорожный фонд, фонд экоопложений, фонд развития предпринимательства. Да, они немножко урезаны, секвестированы для того, чтобы оставить возможность для формирования государством своих так называемых социальных обязательств. Мы уже, кстати, их частично перечислили. Для того, чтобы оставить государству возможность для увеличения зарплат, пенсии. В том числе и капвложения, да, там тоже немножко сократили расходы, но главная задача – это закончить все стройки-ремонты, которые начали в этом году или в предыдущие годы, завершить, чтобы не было вот этих вот простаивающих объектов и так далее. То есть все переходящие объекты будут делать. Вы, как сопредседатель Общеприднестровского народного форума, не первый год проводят проверки общественные, проверяют качество всех ремонтов и строек по капвложениям. А в этом году еще и в нагрузку вам дороги добавились, которым тоже иногда бывает много нареканий. Как проходят проверки, Юрий Михайлович? Это не проверки ради проверок. Мы действуем строго в соответствии с законом об обосновах общественного контроля. Мы, как правило, стараемся привлекать сюда специалистов, которые являются членами Общеприднестровского народного форума. Они прошли соответствующую подготовку, инструктаж. В 2020 году мы нашли порядка около 70 нарушений. В 2021 году их было уже 56. В 2022 году – 38. 38. То есть идет динамика уменьшения нарушений, которые обнаруживают наши общественники. Это действительно хорошо, потому что, вы знаете, начинают люди к нам с доверием относиться. Имеется в виду те, кто пользуется этими объектами. Мы уже приходим и говорят, вот нам не нравится. Мы раньше боялись как-то говорить о том, что не нравится тот или иной вариант, связанный с приздачей этого объекта. А сейчас они понимают, что они хозяева обстоятельств. Мы проверяем настолько качество выполненных работ, сколько мнение людей о том, что как эти работы выполнены. Им комфортно в этих объектах или некомфортно? Это так называемое общественное мнение. Ну, конечно, все знают уже о том, что подрядчик-то все переделает. Нарушителей, да. Если находим нарушителей, и причем серьезных нарушителей, которые потом не справляются, соответственно, с гражданским кодексом за свой счет, как подрядчики, выявленные нарушения в строительных конструкциях, в отделке внутренней, внешней отделке зданий и прочее, прочее, то они попадают в черный список. У нас так есть называемый черный список УНФ. Нежелательно кому-то попасть в этот черный список. Почему? Потому что мы постоянно информируем, докладываем Вадиму Николаевичу Красносельскому, нашему президенту. И он потом принимает соответствующее решение, каких органах подключать для того, чтобы исправлять ситуацию. В ближайшее время, я пока не говорю, мы собираем полностью всю информационную базу по проверкам этого года, по фонду к обложению Дорожному фонду. Будет проведен заседание президиума с детальным рассмотрением всей информации, которая поступает с мест сейчас. Мы вас пригласим обязательно, вы посмотрите, как проводится анализ этой ситуации. Музейный квартал. Достроят его в 27-м году. Такое решение приняли, работ много. Масштабный проект президента. В музейном квартале будет «История Приднестровья. От древних времен до современности». Особое внимание Великой Отечественной войне. Будет выставка техники, ДОТ, диорама Яско-Кишиневской операции. Вы, Юрий Михайлович, чего больше всего ждете? Куда вы хотели бы сходить? Особое внимание будет посвящено Великой Отечественной войне. Вы знаете, что мы ближнемся к юбилею Великой Победы. У меня дед погиб в Венгрии по Сегешварашу. Конечно, хотелось бы посмотреть именно ту часть Мазейного квартала, которая связана с Великой Победой советского народа, дружного советского народа, которые входили и молдаване, и украинцы, и русские, и гагаузы, и евреи. В этой действительно Великой Общенародной Победе. Интересно было бы посмотреть это направление. А в целом, конечно, я полагаю, что, наверное, весь этот комплекс будет заслуживать уважения и достоинства. В Приднестровье внимание и история, оно такое повышенное. Но, опять же, это тоже заслуга президента нашего. В этом году даже вот сам президент решил провести урок истории для школьников и студентов. Ну, это похвально и почетно, конечно. Да, и как он потом сам рассказывал в эфире, что он готовился, переживал, потому что нужно было уместить весь этот объем истории. Несколько томов. Несколько томов, да, в 40-50 минут. И при этом так, чтобы школьники-то не уснули. Потому что, понятно же, история – это такой предмет, который, если не расскажешь, интересно, то можно и потерять аудиторию. Это проект вообще Минпроса. Запустили его, вот только запустили. Диалог на равных. То есть такие уроки будут продолжаться. Юрий Михайлович, вот вы кого бы хотели увидеть в роли учителя вот в таком проекте? Во-первых, я хотел бы выразить респект нашему президенту. Вот не являясь, по сути дела, по основной профессии историком, я наблюдал за лицами ребят. Там сонных не было. Да. Я обратил внимание на горящие глазки, на интересные лица. Ведь надо было бы донести эту тематику так, чтобы она была воспринята аудиторией. До сердец. Значит, надо было погрузиться в эту тему достаточно глубоко, разнообразно. Вадим Николаевичу это удалось, респект ему большой в этом плане. А что касается тематики, которую интересно было бы довести до ребят, вот, вы знаете, я отношусь к тому поколению, которое рождены в Союзе Советских Социалистических Республик. Я вспоминаю старую добрую фразу одного из ведущих политиков и политологов современности Запада, Генри Кессингер, который недавно ушел из жизни, он долгое время был госсекретарем в Соединенных Штатах Америки. Его нельзя обвинить в том, что он какой-то поборник советизма. Но на 96-м году жизни, как он говорил, он осознал, что я негативно, он о себе говорит, отношусь к буржуазной системе. Вот, допустим, говорит Советский Союз. У них была любовь в Советском Союзе. У нас секс. У нас были деньги всего лишь, а у них доброта человеческая и доверие. И так во всем. Что, по нашему мнению, Советский Союз, говорит Генри Кессингер, это своеобразный заповедник, где воспитали нового человека. Он его называет хомосоветикус, который на порядок был выше любого среднестатистического жителя любой развитой страны, западного государства. И он говорит, это наше большое опущение, наша большая беда в том, что мы приложили руку к развалу Советского Союза. Знаете, очень много было хорошего в Советском Союзе, что можно сейчас ретранслировать нашим детям и передать все хорошее из Советского Союза. Это, наверное, задача очень интересная нашим внукам и нашим детям. Спасибо. Спасибо. Чек-чек-чек. Чекайте фразы этого года, тренд этого года. Выдавайте чеки, берите чеки. Об этом мы сегодня поговорим. Конечно же, с Евгением Кошелевым, потому что он знает об этом все. Заместитель министра финансов, директор государственной налоговой службы Приднестровской Молдавской Республики. Здравствуйте, Евгений Сергеевич. Здравствуйте. Этот год прошел под знаком упрощенки. С 1 января перешли на упрощенку очень много предпринимателей. Это кофейни, бутики, маленькие магазинчики. Все-все-все-все. И все стали, ну, по крайней мере, мы так думаем, что все-все-все стали выдавать чеки. И платить 3% с оборота, а не фиксированную сумму за патент. И, в общем-то, постепенно к этому привыкли все. Если изначально были какие-то трудности, помните, даже налоговые выезжали, встречались с людьми, объясняли, как переходить на эти онлайн-кассы, как ими пользоваться. Контрольные закупки. И все потихонечку это все освоили. И уже вроде как бы с пониманием, мне кажется, относятся. И уже потихонечку перестроились. Вот этот год мы все видели, как это все происходит. Спустя год. Как у нас дела? Как дела? В упрощенке. Правильно говорить о том, что этот год был поначалу сложным в плане того, что проводилась большая работа разъяснительная. Как это работает? Было много вопросов, опасений, даже страхов. Что такое кассовый аппарат? Что такое онлайн-касса? Как же там она будет работать на морозе? То есть такие вопросы, конечно, поначалу требовалось разъяснять. И предприниматели постепенно осваивали и новую технику, и новый порядок уплаты налогов. По прошествии времени можем говорить о том, что этот этап мы преодолели. И считаю, что успешно в том плане, что все предприниматели уже освоили новую технику, выучили правильно нормы законодательства, как оплачивать налоги. На текущем этапе идет в большей степени планомерная работа со стороны предпринимательского сообщества, когда идет речь о продаже товаров, различных работ и услуг. Но и, конечно, это не снимает элемента контроля со стороны налоговых органов, поскольку действительно требуется проводить контрольные мероприятия в том плане, чтобы был максимальный охват и применением кассового аппарата, и наличием документов у каждого предпринимателя, выдачи чека каждому покупателю. Говорим упрощенка, подразумеваем чек. Говорим чек, подразумеваем упрощенка. Мы уже привыкли к этой связке. Но все дело-то в чем? Потому что если предприниматель выдал чек, то это гарантия того, что 3% налога законно пойдут в бюджет, а из бюджета уже, конечно же, на зарплаты, пенсии, стройки и так далее. И вот этот момент с тем, что все должны выдавать чеки. Вот спустя год. Как у нас с этим обстоят дела? Люди, продавцы уже привыкли к этому? Или все-таки больше недовольны? Мы помним с вами, что все годы до начала текущего периода вот этот сегмент предпринимательского сообщества, которые перешли на упрощенку, они привыкли работать без чеков, без кассовых аппаратов, то есть максимально простой режим денежных операций. И, конечно, изменение менталитета, оно происходит, мы это наблюдаем, но это требует более длительного процесса. Если говорить о традиционных магазинах, крупных торговых сетях, либо местоказания услуг, работ, аптеки, магазины, то есть что угодно, эти хозяйствующие субъекты всегда пользовались кассовыми аппаратами, и у продавца на подсознании заложено то, что принимает денежные средства, карту, выбивается чек, и даже не возникает вопроса у этого продавца, нужно ли, либо не нужно предложить чек, и вообще предлагать ли его, то есть это происходит на автомате без каких-то дополнительных вопросов, и, соответственно, и нарушений здесь не совершается. И никто из покупателей не стесняется подождать этот чек? Безусловно, и покупатель знает, что, допустим, купив лекарство в аптеке, обязательно будет чек. Да, да, кстати, да. Вопросов здесь нет. Смотрите, в аптеке вопросов не стоит, в супермаркетах тоже мы как-то на автомате. А вот где реже всего выдают чеки, или, может быть, мы знаем, что у вас было исследование, вы знаете, кому реже выдают, или где, может быть, какие-то есть города, кто у нас лидер по выдаче чеков, а есть где совсем об этом не думают. Да, но если говорить о предпринимательской, именно среде, вот новый сегмент предпринимателей, которые должны применять кассовые аппараты, то наиболее часто мы в работе встречали ситуацию, когда чек не выдается, либо покупатель его даже не ждет. Вот это при мелких покупках. Наиболее часто это общественное питание, допустим, кофейни, или товары мелкой стоимости, там, не знаю, хлеб, молоко, какие-то там карандаши, констовары. То есть когда человек заплатил небольшую сумму и получил в товар, как бы даже у него не возникает мысли, чтобы что-то еще подождать. В этой части, конечно, работа постепенно проводится, и консультационная. А вы берете чеки? Даже если мелкую покупку? Безусловно, безусловно, конечно. Ну а как же без чека? То есть каждый покупатель, который берет чек, в первую очередь он должен понимать, что этим он защищает свои права как потребителя. По нашим наблюдениям, когда происходят более крупные покупки, допустим, бытовая техника или обувь, одежда, Никто без чека не уйдет. Даже у предпринимателя, да, действительно, покупатель уже сейчас ждет чека, потому что вдруг товар не подойдет по размеру, по качеству, по еще каким-то параметрам. Это гарантия качества. Даже если действительно поломался телевизор, ты можешь его вернуть какое-то время. В Тирасполе сейчас практически везде уже стали выдавать чеки. Даже ты берешь стаканчик кофе, тебе дают его с чеком уже. Автоматически уже. А как, допустим, в других городах? А в селах, например, да? Да, тоже мы... Где все друг друга знают. Да, именно этот фактор часто... Магазин пришел к тете Маше, она хлеб дала, а чек не дала. Правильно, отвечаете. Мы тоже наблюдаем. Наши налогинспекции, когда проводят проверки в селах, в населенных пунктах небольшого размера, часто бывает так, что покупатель своих продавцов знает в лицо, часто знает их биографию, кто чем болеет, с кем дружит. И, конечно, когда новый покупатель перед ним возникает, сразу возникает момент настороженности, что новый человек, вдруг это проверяющий, лучше ему выдать чек. Поэтому с этим сегментом предпринимателей сложнее в плане того, что тяжело выявить нарушения. Но, с другой стороны, постепенно проводя работу по популяризации получения чеков, выдачи чеков, то есть со временем мы ожидаем все-таки, что сам покупатель, даже если ему продавец знаком, будет просить этот чек, потому что это ему для чего-то нужно будет. Или для защиты своих прав, или для еще каких-то действий, которые, возможно, будут на пользу идти покупателю. И в этой части мы, конечно, для себя ставим планку. Это план работы на будущие периоды времени. Сделать так, чтобы это было модно и полезно получать чеки. Кстати, о популяризации. Мы тоже объясняем, зачем они нужны. И вот один из роликов. Давайте посмотрим. Звук распечатанного чека, распечатывающегося чека, уже он, мне кажется, такой привычный. Точно. Если подводить итоги и сказать, вот после того, как предприниматели наши перешли на упрощенку, стали платить 3% с оборота, есть ли рост, ну, вообще, количество предпринимателей, а во-вторых, поступление в бюджет от налогов? Вы ощутили вообще, есть результаты этих изменений? Конечно, результаты есть. Мы сегодня находимся с вами условно в декабре, причем в конец года. По итогу 11 месяцев можно уверенно говорить, что количество предпринимателей, действующих, причем по всем трем режимам, патент, самозанятое лицо, вращенная система логовожения, оно в итоге выросло. Порядка 9 тысяч предпринимателей ушли с патента, осталось также 9 тысяч. Но по прощенке, если раньше было 2 тысячи действующих предпринимателей, сегодня их стало 13. То есть плюс 11 тысяч человек дополнительно. Итого, рост 2 тысячи человек в чистом виде. А в налогах? Сколько вешать в граммах? Во-первых, возможная часть предпринимателей, которые ранее не работали без документов, то есть условно в тени, они также легализовывают свой бизнес, видя процессы, сходящие в республики. То есть понимая, что даже если человек занимается дома интернет-торговлей, либо какие-то услуги на дому, но видит, что вокруг все берут и получают чеки, невольно. Многие люди, законопослушные по своей природе, по натуре, об этом раньше не слышавшие, но идут налогоинспекции, получают документы и платят налоги. Как следствие, рост числа предпринимателей и применение справедливой системы налогоблажения, он, конечно, положительно отражается и на доходной части бюджета. И если мы помним, раньше, оплачивая патент, тоже был налог 3%, но с того дохода, который сгреблен законным по умолчанию, и его величина этого дохода была невелика. Сегодня же оплачивая 3% налога с выручки, уже с настоящего, фактически получаемого дохода, эти величины, конечно, отличаются существенно. При том, что остальные налоговые платежи социальные не изменились, что по патенту, что по упрощенке, они одинаковые. Но от того, что налог оплачивается от реального дохода, не меняя ставки 3%, мы по факту наблюдаем рост платежей совокупных по республике на 55% от в целом предпринимательского сообщества. Это существенный объем. И говорит о том, что действительно прежняя налоговая система была несправедлива. То есть те предприниматели, которые по факту зарабатывали больше, оплачивали налогов в дельном весе, в процентах, гораздо ниже того предпринимателя, который, условно говоря, торгует констоварами или какими-то недорогими вещами. И он нес тоже налоговое время, как и более развитые предприниматели, имеющие и большее количество торговых сетей, и большее количество работников, и в целом, чей бизнес более успешен. То есть нынешняя система налоговожения, она показала действительно равный и справедливый подход, что положительно сказывается и на бюджетной части, и в целом на климате в среде предпринимателей, поскольку они чувствуют справедливую конкуренцию. Для бюджета это ощутимая сумма плюс 55% налога? Ну, безусловно, для бюджета каждая копейка на самом деле ощутима, учитывая и сложные внешние факторы. И вообще экономика нашей республики она давно не профицитна и балансирует на грани, скажем так, без дефицитного бюджета, то есть к этому прилагаются большие усилия. Как сказал президент, у нас бюджет всегда стабильно напряженный. Но все к этому готовы, насколько мы понимаем. Поэтому, конечно, любая копейка для бюджета цена, особенно, когда идет речь о более существенных поступлениях. И, конечно, мы помним, что любые средства, поступающие в бюджет, они используются строго по царевому назначению, причем большая часть расходов это социальные направления, это оплата труда работников в бюджетной сфере, это наша безопасность, это ремонтные работы, строительные работы, инфраструктурные объекты, то есть те нужды, без которых государство не может существовать. И, конечно, вклад предпринимателя в этой части важен. Но и каждый покупатель, который берет чек, он должен понимать, что купив, даже пускай небольшую покупку, но с этой величины, с каждого рубля три копейки поступает в бюджет, это его посильная лепта, посильный вклад в то, чтобы государство могло существовать и развиваться по мере возможностей. И не в бумажке дело, как говорится. Да, то есть сам чек это формальность, но он несет в себе экономическую составляющую в том, что это вклад в жизнь нашего государства. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Подводя итоги года, мы не можем не говорить о спорте, и никакого другого гостя мы здесь сегодня не видели. Конечно, у нас в студии участник Паралимпийских игр в Токио, руководитель спортивного клуба инвалидов Тирос Ракеты Дмитрий Лавров. Здравствуйте. Здравствуйте. В этом году вы вошли в десятку лучших спортсменов уходящего года. Расскажите вот о главных достижениях. Довольны ли вы собой, гордитесь ли результатами? Конечно, каждый спортсмен гордится своими результатами, потому что он всегда готовится к каким-то мероприятиям, к каким-то соревнованиям на протяжении всего сезона. В этом году я стал чемпионом России, подтвердил очередной раз свое звание и также был золотым призером на летних играх Паралимпийцев, которые проходили в ноябре месяце в этом году в городе Алексине Тольской области. Поэтому я всегда, каждый год, несмотря на то, что сейчас со сборной России у нас возникли проблемы с выездом на международные соревнования, все равно я не уступаю. Всегда я схожу на тренировки и всегда показываю тот результат, который я всегда готов доказать, что я лучший, что я готов для выступления. И как надут у них, так и на международных соревнованиях. Вы всегда активно интересуетесь всеми видами спорта. И хочется с вами обсудить еще одну победу этого года, которой мы все гордимся. Это победа наших школьников на фестивале спорта в Москве. Но им тоже пришлось добираться трое суток на автобусе. Ехали ребята, целая наша сборная в Приднестровье, пять видов спорта. В общем, приехали они туда и забрали все медали. Забрали все медали, обошли там миллионную Москву, выиграли одну. Московскую область, команды стран СНГ были всевозможные. Выиграли первое командное место перед сборной Москвы и Беларуси. 12 медалей, всего 4 золота, 4 серебра и 4 бронзы. Вот как вы считаете, для юных спортсменов это будет стимул для старта спортивной карьеры? Стимул большой, потому что даже для школьника, который занимается спортом, поступило такое приглашение и не воспользоваться этим, конечно, нужно было это сделать. И благодаря поддержке президента эта поездка состоялась. и показав такие результаты, это говорит о том, что у нас в республике развивается спорт и среди школьников, и массовый спорт, и среди людей с инвалидностью. Поэтому все на высоком уровне. И я надеюсь, что это будет дальше продолжаться. И у нас как в школьном спорте, так и в спорте высоких достижений будут большие, великие победы. Кстати, школьников встречали с салютами, с цветами от Рыбницы до Террасполя, родителей полгорода пришло. Очень приятная победа. Вот вы сказали о приглашении, об участии президента, и об этом Вадим Красносельский сказал и в эфире предновогоднем. Там был момент с легендарной фигуристкой Родниной, Ириной Родниной. Давайте послушаем. Пригласила нас официально Ирина Роднина, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутатку с Думы. Она курирует направление спорта в том числе. Было такое желание однозначно наших ребят показать. Тем более, я знаю, что мы добьемся там результата, и добились результата, да, и ребята не подвели. Наши ребята, конечно, добились высокого результата. Они не то, что заняли первое командное место, они завоевали медали больше, чем второе, третье, четвертое в месте взятые. Понимаете, вот сложить их всех, и они вот только достигли бы результата наших, наших ребят. Вот это показатели, неудивительный показатель. Вот лично для меня я не сомневался, что примерно так и будет. Приехало маленькое Приднестровье, и впереди планеты всей. Что ребята показали? Не только спорт, они показали Приднестровье. Они говорили об истории Приднестровья, у них была символика Приднестровья, наш гимн Приднестровский. Они гордились Приднестровьем. Это очень важно. Но еще стоит сказать о том, что в этом году прошел международный турнир по настольному теннису TIROS Open. Его проводила как раз ваша организация. На соревнования съехались из пяти стран. Это были и Россия, Сербия, Румыния, Молдова, естественно, Приднестровье. Вот расскажите, Дмитрий, у нас есть условия для развития такого спорта? Довольны ли вы были результатом, как прошел турнир? Это же традиционный турнир, в этом году спортивный клуб инвалидов TIROS RAKETA по настольному теннису. Он специализирован, этот клуб. Единственный у нас в Приднестровье и вообще в Молдове при поддержке гранта президента мы смогли организовать этот турнир. Мы давно мечтали о таком. И мы смогли пригласить страны из Европы, из России мы пригласили спортсмена, из Румынии, из Сербии были. Это наши друзья, с которыми мы очень давно сотрудничаем. Они с удовольствием к нам приехали, они увидели наш красивый цветущий город, им очень сильно понравилось. Но в плане борьбы конкуренция это было на высоком профессиональном уровне. Надеюсь, на следующий год это будет юбилейный и наша задача пригласить как можно больше звезд настольного тенниса, именно пара настольного тенниса, чтобы люди смогли посоревноваться, побороться, ну и встретиться пообщаться между собой. Кого, например, хотите позвать из звезд? Вообще, вот на данном турнире это были спортсмены высокого рейтинга международного, это призеры Европы, мира и паралимпийских игр, поэтому я надеюсь на следующий год увидеть таких людей среди данного турнира. Скажите, у нас есть условия для развития спорта для людей с инвалидностью? Как вы оцениваете? Все прогрессирует, конечно, есть небольшие недочеты, но это мелочи, это все устраняется, но в принципе идет все вперед в плане развития. Наша организация, вот мы занимаемся настольным теннисом, мы приобрели профессиональное теннисное оборудование, все, что можно, мы приобрели и теннисные столы, напольное специальное покрытие для настольного тенниса, чтобы удобно было игрокам на колясках и стоя играть в настольный теннис, но это все благодаря гранта президента и президента на поддержке, поэтому президент очень нам сильно помогает в этом, старается помочь и для развития данного вида спорта идет очень большой процесс. В Приднестровье много делается и для развития массового спорта, проводится турнир «Кожаный мяч», тоже инициатор, президент, мальчишки и девчонки играются со всей республики, соревнуются отважную. Как думаете, в последнее время стало модно заниматься спортом? Это хорошо то, что развитие вообще спорта и массового спорта, и инвалидного спорта, речь идет о том, что это показывается через СМИ, ну я имею в виду, через телевидение, как можно больше приглашаются каких-то людей на встречи, проводятся для того, чтобы таких людей больше показывали, поэтому люди на это обращают внимание и видя, что у нас это прогрессирует, здоровый образ жизни, физкультура и спорт, поэтому люди стараются больше этим заниматься. Слушайте, классно, сейчас можно прийти в парк, побегать вечером, да, поиграть, поиграть в тот же теннис, потому что теннисные столы стоят почти в каждом парке, и в Екатерининском, допустим, если взять Тираспу, или на балке возле 18-й школы, и когда туда приходишь на эти площадки, там до позднего вечера кто-то есть, то есть дети играют и в баскетбол, дети играют и в футбол, кто-то бегает. где играть. Люди повзрослее пытаются ходить и бегать по беговым дорожкам, но все, то есть очень разные люди, очередь к теннисным столам стоит. Вот это, наверное, и есть та мода, о которой Виолетта сказала, потому что вот когда хочется, и когда хочется сделать как кто-то другой, вот это уже модно. Ну и еще о профессиональном спорте. Этим летом бронзовые медали Всемирной универсиады в Китае завоевали преднестровские грибцы. Александр Булат и Александр Машник для ребят это историческая победа. А тренер их стал человеком года. И мы его с этим тоже поздравляем. Шериф в Еврокубках и радовал победами, и, в общем-то, нас разбаловал. Мы привыкли к тому, что Лига Европы уже происходит даже в Тирасполе, и, наверное, мы, может быть, у нас и завышенные ожидания. Ну уже кто к нам только не приезжал, и Реал, и Интер, и Рома, и все уже как-то точно к этому немного привыкли, что на главной арене идешь, и там видишь каких-то звезд футбола. Ну и что? Вроде бы. Ну и как вам этот сезон? Как вы оцениваете? Как Шериф сыграл? Мы знаем точно, что вы болельщик, смотрите игры. В профессиональном спорте есть и победы, есть и поражения. На поражениях учатся, и надеюсь, что в следующем году Шериф будет на одну ступень выше по результату. Хотя говорить о том, что мы привыкли его видеть в крупных международных соревнованиях, это очень хорошо. В первую очередь каждому принесровцу нужно поддерживать и любить свою команду несмотря ни на что. Не на проигрыш, не на выигрыш, ходить на стадион и поддерживать ее. Независимо, как они сыграют, выиграют или проиграют. И если это будет у нас, и я надеюсь, вот это слияние болельщиков и команды, оно позволит и команде в плане психологического настроя выйти вперед и поднять тот уровень, ту планку, чтобы можно было бы и побеждать и грантов больших, больших в европейских и играть на таком уровне и не выходить не только в Лигу Европы, но и в Лигу чемпионов. Ну, кстати, вот тренер Ромы Маурини уверен, что Шериф в следующем сезоне будет в Еврокубках и пройдет в группу. Ну, а у нас такой вопрос. Год завершается и всегда любой спортсмен не зацикливается на победах, он сразу думает о том, что будет делать дальше. Какие у вас планы на 2024 год? Большая, грандиозная моя мечта, это моя задача, это отбор на Паралимпийские игры. Также мы с надеждой ждем, что получится выехать на этот международный старт. А что касаемо нашего клуба, спортивного клуба инвалидов, Тирас Ракета, мы надеемся, что в этом году пройдут соревнования по линии ШОС, это Шанхайская организация Содружества и стран БРИКС. На БРИКС возможность также, что можно прийти, пригласят и спортсменов из Приднестровской Молдавской Республики, поэтому планов много. И мы не останавливаемся, готовимся и продолжаем дальше тренироваться. И надеюсь, что следующий 24-й год для нас будет очень хорошим и на высоком уровне все пройдет. А мы желаем вам успехов. Спасибо вам большое. С наступающим. Будем стараться. Спасибо большое и вас также. Спасибо. Продолжаем подводить итоги года, в том числе и телевизионные. Конечно, с кем мы можем подвести телевизионные итоги года, как не с нашим главным редактором в студии специального разговора, главный редактор Первого Приднестровского телеканала Виктор Савченко. Виктор Юрьевич, мы с вами уже здоровались, но поздороваемся для зрителей. Здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос. Новости до сих пор выходят по телевидению, но зачем их смотреть по телевидению? Нет, зачем смотреть телевизор. Кто хочет, пусть смотрит. И за это большая благодарность каждому нашему зрителю. Мы ценим каждого, но каждый человек волен сам решать, что ему смотреть, что ему не смотреть. Мы ни на чем не настаиваем. Просто стараемся делать качественный продукт для того, чтобы доносить позицию журналистов, позицию государства, позицию о каких-то важных вещах в жизни республики и быть интересными, актуальными. А так, чтобы сказать, зачем смотреть? Ну, потому что мы стараемся, чтобы вы нас смотрели. Весь телевизор ушел в соцсети. Соцсети Первого Приднестровского. Как вам работа в этом году? Должно быть сочетание и соцсетей, и эфира. Одно без другого не может, все взаимосвязано. Человек не может ждать новостей вечером или любой другой передачи для того, чтобы узнать какую-то важную, актуальную информацию, которая там случилась здесь и сейчас. Потому что люди, держа в руках телефоны, они друг у друга уже постоянно спрашивают, а ты там типа слышал? Хотя вроде бы с той новости прошло 15-20 минут, и человек даже имел право вроде бы отвлечься от телефона, а в современном мире, оказывается, он такого права не имел. Но за 15-20 минут новость может и умереть уже, да? Ну, за час, за час, да, типа уже устарела какая-то новость, но там не слишком значимая, но тем не менее бывает и такое. Поэтому, конечно же, Первый Приднестровский должен быть актуален. В любой момент что-то произошло, мы уже должны быть в ваших телефонах, мы должны быть везде для того, чтобы люди получали оперативную информацию, отставать нельзя. Мы стараемся быть в телефонах, и в том числе, ну, нужно сказать, где мы есть, да? Это Телеграм, это Мессенджеры, это Телеграм, Вайбер, это Инстаграм, Тиктоп, Ютуб. Любимые Виолетты. Да. У меня другой вопрос. Мы так много работаем, стараемся, выпускаем в эфир программы на порядок выше. Вопрос дня — это ток-шоу, спецразговоры. На мой взгляд, это достаточно интересные проекты, которые очень много усилий прилагаем, зовем интересных людей, а мир, он очень быстрый, он стремительный. И всем достаточно посмотреть новость в телефоне. Не получается ли, что мы, запуская такие масштабные проекты? На мой взгляд, достаточно интересные. Работаем в холостой ход и в пустую. Неужели эта работа зря? У каждого проекта есть свой зритель, безусловно. И любой из наших сотрудников, работая над тем или иным проектом, он точно может сказать, что зрители есть, люди на улицах подходят, задают вопросы, спрашивают. Тут надо просто, важно попасть в аудиторию. И, как сейчас модно говорить, должна быть определенная насмотренность. Вот и все. То есть любой из проектов, через год-полтора, два-три иногда, он становится брендом, он находит своего зрителя. Если вы говорите на порядок выше, передача с религиозной тематикой, конечно, да, конечно, есть свой зритель. Есть зрители вопроса дня, прайм-тайм, вечерний, естественно. Есть утренний прайм-тайм, доброе утро. И любой другой наш проект, он, конечно же, находит отклик, находит зрителя. Мы же работаем над авторскими проектами. В этом году вышел «Страна-легенд», сезон разгадок. Было чуть больше путешествий, может быть, больше тайн. Но это был такой разогрев. Это был разогрев перед нашей прекрасной викториной, которая выходит уже у нас четвертый сезон. Виктор Юрьевич, это ваш любимый проект на ТВ, «Страна-легенд»? Нет, нет любимых проектов на телевидении. Просто у каждого проекта есть своя история, и про каждый проект можно говорить долго и интересно. У нас больше десяти проектов. Мы большой телеканал, особенно по меркам небольшого Приднестровья. Мы действительно делаем много всего. Вот даже 31 декабря у нас там весь эфир будет свой родной, например. И теоретически мы готовы это делать каждый день, ну, с учетом определенного набора повторов. Тем не менее, мы даже к таким реалиям вполне готовы. «Страна-легенд» проект интересен тем, что изначально он задумывался как небольшое развлечение в пандемию. Нужно было каким-то образом общаться с людьми, это было сложно. Вот и был вариант онлайна, плюс интересно развивать историю, задавать вопросы какие-то, больше узнавать о нашем родном крае. Сложно путешествовать, сложно куда-то ездить. Значит, надо было онлайн больше говорить о нашей республике. Вот «Страна-легенд» как вариант. И он дорос и дал проект, на мой взгляд, очень серьезного интеллектуального уровня, который и веселый, и развлекательный, и викторийный, и исторический, и познавательный. Плюс своя тусовка просто появилась вокруг «Страна-легенд», люди, которые знают друг друга, которые играют не первый сезон, при этом добавляются новые команды, есть свои зрители. Когда мы берем интервью у людей, и они так увлеченно рассказывают о «Стране-легенд», я понимаю, что мы это делаем не просто так. Сезон «Разганок» был для того, чтобы заполнить паузу между сезонами, ответить на некоторые вопросы и развить тему путешествий. Этот сезон – это уже викторина вживую, это уже две команды в студии, это все-таки… Общение живое, все-таки в онлайне, да, какие-то моменты там с борьбой, с какими-то… Хотя тоже, да, там вот были моменты, когда кто-то выражал прям бурные эмоции свои, но здесь наверняка… Все игры мы уже записали, какая игра самая бомбическая, на ваш взгляд, будет в этом сезоне? Не все записали, у нас там будет три тура, каждая команда сыграет по три игры, расписание выработаем, где-то жеребьевка, где-то, ну, просто командам в определенное время друг с другом будет легче играть, элемент везения, конечно, присутствует, каждая из игр хороша, но я вообще все рекомендую смотреть, у каждой своя интрига. Ну, конечно, это Тиротекс Энергомид, которая сразу после нашего эфира, и новогодняя игра, где чемпионы, зрители будут играть с Дексом, за чемпионами всегда интересно наблюдать, в какой они форме подошли к этому сезону, ну, и причем это прям под Новый год, все в новогоднем стиле, каждая игра действительно по-своему хороша, и молодежь приятно удивила, там избирком и молодежный парламент, и команда Многогранник отлично дебютировала, и МИД такой интересный, хоть и без министра иностранных дел, но тоже в интересном составе, и классно играющий. Появилась брошюра-книжка, в которой есть самые интересные факты. Скоро МЕРШ будем, да, выпускать составы? И она не есть в школах, в библиотеках, а сейчас вы работаете над настольной игрой. Вот тоже интересно, что это, как оно будет выглядеть, где можно будет ее купить, как мне нужно будет играть. Настолка страна-регенд. Какая она будет? Сначала доделать это все надо. Предварительно какая-то ходилка-бродилка с необходимостью, если захочется отвечать на вопросы, элемент везения, история, красота Приднестровья. Для того, чтобы, конечно, сыграть не один раз, но больше такой сувенирный набор, который, я надеюсь, что будет интересен всем. Где купить? Больше уже зависит от помощи тех, кто может это все помочь нам напечатать. В каком это будет количестве, что-то будем дарить, что-то, может быть, типография, если подключится, будет продавать. В общем, будем смотреть. Мы сами максимально заинтересованы в том, чтобы это, вот как брошюра страна-легенд, появилось у максимального количества преднестровцев. Путь по-новому – это новый сезон, уже седьмой, и удивительно, как ребят находят о чем рассказывать, потому что Приднестровье – очень маленькая страна, но семь сезонов находим. В новостях находим о чем рассказывать, в других передачах находим о чем рассказывать. Ну, это для нас, мне кажется, сверхзадача. И в этот раз Артем Мазур и Анастасия Чернитинская рассказывают не только о красивых местах, но и о самых интересных людях, как сказал наш президент, главный герой – это наши люди. И, Виктор Юрьевич, вот мы знаем, что вы отсматриваете, знаете досконально каждую программу. Какая из них вам понравилась больше всего? Да нет, наверное, таких, которые понравились больше всего. В каждой есть какие-то интересные элементы, интересные герои, там про братьев и сестер интересно было. В общем, много того, на что можно посмотреть. Как вам вообще дуэт Насти и Артема в кадре? Нравится, потому что я хотел, чтобы был именно этот дуэт. Это уже вопросы менеджмента, для того, чтобы вместе работали те ведущие, которые изначально себя в этой роли не видели. И, как мне казалось, что получится хорошо, так и получилось хорошо. Любая передача, которая выходит там больше трех сезонов, это уже большой успех. Там 3-4 сезона, в данном случае 7 сезонов. Это значит, что мы точно попали как бы в цель и не хочется заканчивать. Таких проектов в истории любого телевидения мало, которые так долго продолжают выстреливать, которые ждут. Задача больше рассказывать о Приднестровье, об его людях, о разных уголках. В одно и то же место можно и 5, и 7 раз приехать и всегда рассказать по-новому. Поэтому в путь по-новому, если надо будет, и по-новейшему, и по-суперновому, и как угодно. Мне кажется, в этом сезоне очень много шуток в каждом выпуске, и очень много хорошего юмора, и вот этой доброты, теплоты душевной, которая, может быть, все это есть. В этом году в Приднестровье сняли художественный фильм. Он второй по счету, потому что до этого давно снимали уже фильмы. Первый Приднестровский снимал фильм «Доллар на черный день». Не так много художественного кино в Приднестровье, поэтому это было событием. В эфире с президентом тоже был вопрос про этот художественный фильм. Президент сказал, что, ну да, неплохая история получилась. Не все там, конечно, правда. Есть и, конечно, правда. Но к чему я все это веду? Первый Приднестровский сейчас работает над тем, чтобы отреставрировать первый художественный фильм, который сняли в Приднестровье. Это «Доллар на черный день». Сейчас, когда смотришь эти кадры, там же все, ну, настолько кажется уже ретро. Тирасполь, старый, теплоход «Надежда». Да, а улицы настолько уже изменились, что ты как будто бы заглядываешь в прошлое. Когда все смогут увидеть «Доллар на черный день» в эфире первого Приднестровского, Виктор Ильич? Ну, это больше такой технический вопрос. Эта работа идет под руководством директора телерадиокомпании Игоря Семеновича Никитенко. Он, собственно, и снимал этот фильм. Тогда главным редактором была Людмила Васильевна Шульга. Это, ну, смелая идея сделать художественное кино. Почему нет? Я посмотрел, мне понравилось. Есть задумка, есть идея, есть воплощение, есть очень хорошие, сильные кадры. И помогают же нейросети, да, нам, насколько я сейчас понимаю, все это восстанавливать? Нейросети помогают нам во всем. В общем, нужно время просто для того, чтобы это технически восстановить, ну, чтобы это выглядело, ну, даже не то, чтобы более современно. Там все нормально, поверьте, современно там все и с точки зрения операторской работы, монтажа и всего остального. И это действительно клад, это очень важно, сохранять подобное наследие. Можно же не спешить, когда будет готово, тогда и увидят все, потому что это, ну, это надолго, это на десятилетия, а может быть и на века. На 24-й год, покажем. Потому что это первый художественный фильм, и повторить-то это уже невозможно. Можно сделать второй, третий и так далее. Да, эта работа при службе МВД, это тоже супер, потому что, ну, отважиться на такое-то, здорово не обладая, конечно же, должным ресурсом. Даже сложно представить себе всю тяжесть организационной, технической работы, которая была и вот при подготовке этого второго фильма, и там переозвучивать им приходилось. Это профессиональный подвиг, и нужно это понимать. И то же самое с первым фильмом, конечно же, в основном и покажем. Очень надеемся, что в 2024 году покажем. Довольны ли вы результатами того, как работала команда в этом году? У нас достаточно много проектов, вы сказали, 10, и это действительно очень много для небольшого телевидения. Если подводить итоги, довольны ли вы результатом, и какие бы задачи вы поставили на будущий год команде? Это больше внутренний вопрос. Я доволен работой, я горжусь каждым нашим сотрудником, поэтому, конечно, да. А задача быть дальше современным телеканалом. Эта задача не на год, она на каждый день, то есть каждый день отвечать вызовам времени, стараться быть такими, как нужно сейчас, для того, чтобы и дальше рассказывать многое, интересно, подробно, детально, патриотично о нашей стране и обо всем том, что происходит в ней, ориентируясь на всех зрителей. Потому что, конечно, одна из сложностей для Госканала это то, что нет определенной аудитории, а аудитория должны быть все. То есть мы хотим, чтобы нас смотрели все, на нас, ну, ориентировались все, и в соцсетях, и в телефонах каждого оказаться. То есть нет ограничений ни по возрасту, ни по профессии, ни по любому абсолютно другому статусу, поэтому нужно попадать в эту аудиторию каждый раз, что мы будем стараться делать, вот наша задача. Задача максимума на 2024 год достучаться до сердец всех приднестровцев через телефон. Спасибо вам большое. Спасибо. Это был специальный разговор. Мы сегодня подводили итоги года и выбрали самые интересные темы на нашей жизни. Ну, которые нам были интересны, в том числе. Конечно, поговорили о бюджете, о том, что Приднестровье за переговоры, и обязательно за то, чтобы сохранить мир. Ну, и, конечно, обсудили спорт, победы, и, ну, а прямо сейчас погружаемся в историю, смотрим «Страну-легенд». Это четвертый сезон, и следующая игра у нас, МИД, играют команды МИД и Тиротекс Энерго. Как всегда, будет интересно. Супербитва. Как всегда, супербитва. Ну, а мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. Оставайтесь с первым Приднестровским. Всем доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин